Лосино-Островский район Москвы. Эти молодые люди ночью вышли на дело. Предварительно они чётко распределили роли. Пока один палкой разбивает зеркала иномарки, второй снимает его на камеру телефона, третий наблюдает за обстановкой вокруг. Утром шокированный владелец машины позвонил в полицию. Пошел с женой гулять. Один до этого машину припарковал, ну, всё как обычно, во дворе. Ну и всё, вышли, мимо машины проходим. Ну и смотрю, а у меня зеркала разбиты. Там всё, всё, на асфальте. Подозреваемых полицейские вычислили благодаря камерам наблюдения. Троих молодчиков задержали, одному из них ещё нет и 18-ти. Выяснилось, такие ночные вылазки задержанные совершали не раз. Делали это по заказу и не бесплатно. По имеющейся информации, организатор криминальной схемы посредством мессенджера привлёк к противоправной деятельности молодых людей, которые по его указанию разбивали зеркала заднего вида и повреждали детали кузова автомобилей. Отчёт с видеоматериалами о проделанной работе соучастники направляли заказчику также посредством мобильного приложения. Это видео парни как раз и снимали для отчёта. Убедившись, что работа выполнена, заказчик переводил деньги. Полторы тысячи за каждую испорченную машину. Молодые люди уверяют, их нанял продавец автозапчастей, который надеялся таким образом увеличить продажи. Говорили, что зеркала, что просто их разбиваете, и они через интернет потом как-то заказывают и выходят на их уже сайт. Потерпевшие. Кто платил молодым людям за порчу автомобилей, следствие сейчас выясняет. Деньги задержанные делили на троих. Заработок был небольшой, но стабильный. Единственное, что мешало развернуться и заработать побольше, это требования заказчика. Он просил машины определенной, шведской марки. Сейчас стражи порядка устанавливают, сколько всего автовладельцев пострадало от действий ночных вредителей. Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Подозреваемые под подпиской о невыезде. Денис Бушуев, Иван Перминов, Петровка, 38.